Озеро Светлоярд заинтересовало американских ученых. Известная исследовательница метеоритных катастроф Даллас Хелен Эбботт прибыла в Нижний Новгород. Она пообщалась со студентами Мининского университета. Это ее пятый визит в Россию, поэтому в этот раз Даллас Эбботт рассказал ребятам о русской культуре глазами американца. Кстати, исследовательницу в первую очередь удивляют самые простые вещи и особенности. Мне очень нравится русская культура и в принципе мне нравятся северные страны. Я сама с севера США, здесь много интересного. Например, в Америке люди улыбаются всегда и сложно понять, как к тебе относятся. В Россию улыбаются друзьям, если человек к тебе искренне приятен. В зоне интересов ученого два российских озера. Это озеро Смирдячье в Московской области и Нижегородский Светлоярд. По ее предположениям, оба водоема образовались вследствие падения метеорита. Это озеро имеет четкую овальную форму, это весьма нетипичный для озер, поэтому это вызывает интерес с исследовательской точки зрения. Мы будем искать следы метеорита, мы надеемся, что в почве сохранились мельчайшие частицы. Русский коллега Даллас, исследователь космических катастроф Вячеслав Гусяков, тоже надеется найти метеоритное прошлое Светлояра. Ведь до сих пор у ученых нет однозначного ответа о причине образования этого озера. Масштабные раскопки на территории этого памятника природы производить нельзя, но есть другой вариант исследования. Выкопать несколько лунок под почвой, под почвой, и дальше вот под электронным микроскопом посмотреть, нет ли там так называемых микросферул, это вот частичечки, капельки микроскопической расплава, которые могли образоваться в момент взрыва. В момент взрыва потом, значит, определяется и химический состав, и если там есть повышенное содержание вот никеля, чистого железа, то это уже опять же свидетельство. Кстати, по всей России ученые насчитывают лишь 10 озер, которые, возможно, были образованы после падения метеоритов. Однако пока их космическое происхождение не доказано.